Доброе утро! Сегодня мега-мега загруженный день. Время где-то часов 9-9.30. Выкатили прицеп, надо старую резину закинуть в прицеп. Сколько здесь? Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь колес, и там еще четыре. Двенадцать колес резины вывезти, поехать к хорошему другу в гараж, посмотреть, что у него там из ненужного. Недельное прихватить. Я хочу в ГЗИС забрать запчасти, я хочу в Автопитер забрать запчасти, потом еще съездить забрать калитку на Скорпио. Что-то еще. Ну, походу Пьеса, короче, сегодня весь день будет в движухе. Так что всем хорошего дня. Ну, все, загрузили, выполнили все. Ну, в полном смысле. Сколько подделять здесь по крышке. Сейчас будем собираться, добиваться, выдвигаться. Прицепились, собрались. Закрываем ворота. Так, погнали к Юрию Николаевичу на загравку, выкинуть резину. Продолжение следует... Время, угромен? Время, угромен. Время, угромен. Время, угромен. Запчасти, вот где делают распилы. У меня здесь поворотник. Для меня его показывают. Так, какой, вот здесь что-то, 65-й, сейчас разберемся. Привет, Юрий Николаевич. Здравствуй, Андрюшенька. Давай, помогу. Ничего, сейчас. Слушай, а я запамятовал, какой, вот это? 66-й. Папа стоит напротив. А, ну все-все-все-все-все, 66-й. А, ну все-все-все-все-все, 66-й. У меня спускозарядное сделано. Я уваживаю. Ну хорошо. А вот на 12-й вольт трансформатор, вот это, такой, средний мощный. Запитатель дверью. Сейчас найдем. Скажем. У него же кадрическая траканская. Так, а вот эта резина, Николаевич, ты говоришь, которая от Волги? Да-да-да. 15-я. Слышишь, так классная резина. Ее загнать прям можно. Конечно. Она прям. Посмотри, 15-я должна быть. 215 на 60, на 16. А, 16-я. Слушай, это, кстати, как у Наташи была резина зимняя, которую мы сейчас утилизировали. А, это старая, ну-ну-ну. 215. Старая резина еще. Бля, она форда, наверное, здоровая будет. Для 16-го? 16-й. Да, у меня 15-й. Вот, не знаю, тут. Я про 215. Так, а питание? Питание, питание, вот. Вот, вот, 20. Прикольно. Здесь получается 4. Вот, питание. Ты думаешь, что здесь такое-то? А, нет. Потому что, наверное, работает. Говорю, что я не думаю. Ну, вот. Так, запчасти с экзиста забрали. Почти полный прицеп и полная тачка всяких хохоряшек. Едем дальше. Едем в Автопитер забирать свечи на Митсубиси. Так, все, забрали мы свечи. Сейчас звоним человеку насчет калитки и едем в Колпино за калиткой. Прибыли. Полная тачка. Рецеп еще. Калитку забрали. Там, короче, много чего интересного. Кто станет все секретом. Всем вечер добрый. Вот калитка, которую сегодня забрал. Это калитка, вероятнее всего, от Лупатого. Судя по резинке. Резинку начало коробить от солнца, от ультрафиолета. Но я надо лаком скрыть. Плюс вот эта вот шельда. И это тоже видел только на Лупатых. Но, опять же, здесь нету отверстия и площадки под форсунку омывателя. Но, с другой стороны, видно, что стекло родное, оригинальное. Дверью, конечно, надо заниматься. Но, в целом, дверь, ну, довольно неплохая. Она не мятая и на ней нет шпакли. Ну, то есть, естественно, только ржавчина, которая пошла, ну, скажем так, абсолютно еще не критичная. Все это можно остановить. Ничего варить, ничего не надо. Просто нужно хорошо обработать это все дело. Ну, к вопросу моего стекла. Вот от стекла гайка. Вот эта темная. Это оригинальный. Ну, родной, скажем так, клей. Вот это вот уже свежая. Видно, вот они, точки вот эти вот. Даже нет. Сколько вот здесь торчит? Совсем чуть-чуть самореза. Сколько торчит здесь? И видно, что тянуло сюда. Вот оно прямо тут в пуклость такая. Здесь тоже самое. Вот оно. Оно тянуло. Вот это вот перетянутая гайка. Вот это тоже перетянутая. Еще непонятно, сам герметик убрали, не убрали до конца. Но, с вероятностью процентов 90, можно сказать, что все это произошло из-за вот этих перетянутых гаек. Ну, вот оно видно. Ну, как минимум все, что у меня еще есть. Такая калитка. Я думал, Леха, если надо, будет ее подгонить. Ну, в том плане, что там есть стекло. И оно, по-моему, тоже, кстати, немененое. Да, оно, по-моему, немененое в оригинале стоит. Но тут сама дверь, конечно, поживее, чем у Лехи. Вот еще два комплекта резины. Вот это зима Yokohama. Ну, с такой, с нечетым подобием, похожим чем-то на елочку, но такое. 195 на 65 на 15. Вот я думаю, может быть, мне зацепить зимнее литье как раз я хотел. Пока обуть ее в эту резину. Но она прям такая. И шипы все на месте, и протектор глубокий. Ну, свежая резина. Не знаю, сколько календарно, скажем так. Но довольно мягкая. В принципе, можно заморочиться это сделать в продаче старой резины. Зимняя. Она, кстати, дорогая, капец. Там еще два комплекта дисков. Ну, а ежели не понравится, то потом поставить то, что мы купили на Экоспорт. То, что мы скупили на Рено. Гудрич. Борезина. Соотношение цена и качество. Вообще просто супер. Рекомендую. И вот еще комплект. Тоже. Абсолютно новый, можно сказать. Мягенькая. 215. 215. На 60. На 16. Но это мне точно никуда не идет. Ну, только на Экоспорт если. Ну, там уже есть новая резина. Кстати, старая была. Вон, кстати, вот как раз такая же. Я только сегодня выкинул старую. Не прилетел, можно сказать, комплект новый такой же. Ну, такое бывает, видимо. Так, что это цепь? Цепь ее разобрал. Тут еще куча всего в тачке. О, кстати, от двери еще пластик. И под номерная рамка в очень клевом состоянии. Пластик единственный, там нужно будет маленько доработать. Так. Ну, короче, как-то так. А, это еще так бонусом подкинули контакт на группу. Вот я только не помню. По-моему, у меня другая фишка. А может и нет. Такая суть важна. Пусть будет. Еще один мотор. На 380. 1600 оборотов. А, нет, 2 800 оборотов. Считай, практически готовый гриндер. Тут еще-то шалобушки на токарные работы. Тут сикли. Фара какая-то. Галоген H3. Какая-то противотаманка, наверное, была. Можно еще куда приколхозить. Как-то так. Пойду монтировать. Всем доброго вечера. Подписывайтесь на наш канал. Наges exhausting! Большое дальнейшее Mouse. Возьметесь? а-